Всем привет! Сегодня пришла мне вот такая вот замечательная посылочка с Америки. Это штука, которую я очень хотел получить. Ну и в общем сейчас мы сделаем легенький такой анбоксинг и потом достыкуем видео уже при хорошем освещении. У меня новый ритуальный ножик, это пинелька десятка, карбон. Как бы ситуация такая, ввиду того, что я с удовольствием от души подарил свой ритуальный ножик Изи, как он назвался, Ависпа подарил Стёпий. Вот, и теперь у меня вот такой ритуальный ножик в машине. И мы сейчас будем открывать. Этой серии я прям очень грезил, очень ждал, долго не мог выбрать, какой из трех ножей мне выбрать. Сразу так скажу, что речь идет о ноже от компании Кершел. Это новая линейка автоматических ножей. Которая называется Лаунч. Выполнена она вся с тремя разными гриндами, с тремя разными финишами клинка. И сталь везде одинаковая. CPM 154. Вот в моем случае это Лаунч 2. Ну что ж, момент истины. Прям вот я его очень ждал. Так получилось, что обычно я получаю посылки за две недели, если по штатам посылка успела доехать до четверга. Моя посылка не успела доехать до четверга, поэтому ждал я ее две недели, а три. Так, ну я могу уже сказать так. Я уже вижу, что я достал. И мне это ужасно нравится. На самом деле, очень классный нож. Вот такой вот прям реальный красавчик. У него очень приятный вес. Очень классно. Вот это смотрится красная кнопочка. Мне очень нравится вот это темлячное отверстие просто. Ну и момент истины. Офигеть. Вот это нож. Вот я очень хочу замерить длину клинка, поскольку, скажем так, на разных ресурсах, включая официальный сайт Кершу, у этого ножа заявлена разная длина клинка. Да, но я смотрю, что меня вполне такая длина устраивает. Нож на самом деле очень красив. Мне напоминает он финночку, при этом такую ромбическую. Ну, ребята, я вам скажу, я очень доволен. Алюминиевый такой, приятный. Может быть, кто-то скажет, что зимой будет холодно. Да и хрен с ним на самом деле, потому что вот мне нож прям нравится. Давайте я сейчас немножко вот это свое приберегу. Первое впечатление. Первое впечатление просто самое потрясающее. Даже с центровочкой все супер. Я, пожалуй, досниму кусочек уже после того, как рассмотрю его более детально и смогу вам что-то рассказать. Итак, вот я и добрался до дому. У нас уже вечер. И вот этот нож был со мной целый день на кармане. И мне он настолько понравился, ребят. Просто вот супер он мне понравился, что на нем незамедлительно еще в процессе поюза появился вот такой вот темлячок двуцветный черно-красный, поскольку у нас здесь тоже черный с красным. Очень мне понравилось, как сидит нож в кармане. Очень понравилось, как сидит в руке. Эргономика, ну и дико мощная пружина. Вот такой вот классненький у нас ножичек. Давайте я вам покажу его, скажем так, в макро. Вот такая вот очень приятная форма рукоятки. Такой вот красивый гринд. Вроде бы это как финочка, при этом это ромб. Вы, если обратите внимание, то с противоположной стороны он тоже сходится так ромбиком. И вообще этот нож очень мне напоминает финку. Складную небольшую такую финочку. Очень приятный дизайн. Мне нравится, как выполнена вот эта вот часть. Вот это вот, скажем так, не бэкспейсер, а вот эта фрезеровка по алюминию. Мне очень нравится такое расположение темлячного отверстия. Вот сразу тут появился вот такой темлячок симпатичный. Клипса стандартная. Zero Tolerance. Еще и переставляемый на две стороны. Отличный, отличный выбор. Вот сюда другую просто не поставишь, и она смотрится на самом деле вполне гармонично. На картинке мне так не показалось, но после того, как я попользовался ножом, вполне допускаю. Что касается веса. Давайте померим. Но будем вешать темляком. На самом деле, тут я думаю, он не сильно много весит. Я думаю, что нож должен весить меньше 100 граммов. Да, на самом деле, вот он сейчас весит 98, по-моему, он заявленный 93. Будем считать, что 5 граммов весит у нас темляк, паракорд. Что касаемо длины клинка. Очень уж мне было интересно, на самом деле, потому что везде писали разную информацию. Давайте посмотрим. Померим сначала. Вот вы видите, да, что рукоятка у нас такая, имеет треугольную форму, есть вершинка. Сейчас я померю клиночек от вершинки до его острия. От вершинки до острия у нас с вами 9,4, ой, 8,4 сантиметра. 8,4. Давайте же все-таки посмотрим, что на самом деле у нас заточка начинается гораздо раньше. Сколько-то миллиметров. Давайте посмотрим. Так, а так у нас получается 8,5, 8, да, наверное, все-таки, наверное, все-таки 8,5, 8,6 даже, может быть. Сталька, как я вам уже говорил, здесь у нас CPM 154. Нож изготовлен в США. Отличный, качественный Stonewash. И геометрия ножа мне вот просто симпатичная. И сам вот, ну, красавчик на самом деле, что до недавнего времени мне очень нравился вот этот вот нож. Ну, он и мне сейчас нравится. Блюр. Кстати, можно даже их сравнить по длине клинка. Вот. Блюр, наверное, ну, на миллиметр. Сейчас я попробую вам показать. Блюр, наверное, ну, на миллиметр длиннее. Около того. На самом деле, в последнее время я стал понимать, что автоматические ножи, это достаточно удобно. Ножи с ассистом, автоматические и прочее. Я понимаю, и у меня есть большой опыт использования различных ножей, я понимаю, что можно открыть быстро любой нож инерционно. Но все равно есть какой-то кайф вот в этой автоматике. И вот здесь вообще не вызывает вопросов по удобству складывания, что здесь, да, вот. Вообще никаких вопросов по складыванию. Здесь немножко нужно потренироваться. Потому что, ребята, пружина здесь адская просто. Вот у меня был протек, и мне казалось, что протек просто дико вырывает нож из руки при открывании. Этот нож еще, мне кажется, раза в полтора мощнее. Вот смотрите. Если держать не сильно двумя пальцами, что происходит? Вы видите, насколько его выворачивает? Я его, когда сегодня достал первый раз, на камеру открыл, у меня уже чуть не выскочило. Я аж такой думаю, вот сейчас еще не хватало сиденья в машине попортить. И вот такие ножи тоже вполне удобные. Понятно, что здесь у нас присутствуют определенные люфты. Это необходимые технические люфты, скажем. Но на самом деле автоматика вещь хорошая. Но нужно подбирать автоматику так, чтобы она была полностью легальна в вашей стране. Вот что, допустим, у нас там и в Российской Федерации разрешаются ножи с клинком автоматически, с подпружиниванием и прочее, прочее. С клинками до 9 сантиметров. Вот. Поэтому даже вот такой вот Microtec UltraTec будет вполне легальным. Вот. Единственное, что у нас здесь двусторонняя заточка. Ну, я думаю, при такой длине клинка не страшно. Поэтому вот, я думаю, что на какое-то время этот нож заменит мне блюра, потому что рукоятка у него при одинаковой длине клинка, рукоятка у него чуть-чуть короче. Вот. Ну, и он занимает, в принципе, столько же места. Но вот какой-то он такой вот новинка пока кайфовенький. Поэтому вот такое вот видео. Будем надеяться, вам было интересно. Всем спасибо. Пока.